Пока это только пилотный проект. В будущем речь идет о создании глобального ресурса. К примеру, здесь можно будет найти информацию о тарифах управляющих и ресурсоснабжающих компаниях. Сюда же будут поступать обращения жителей региона. По похожей схеме уже с апреля этого года создается система Липецкая область электронная ЖКХ капитальный ремонт. Очень часто мы слышим какие проблемы. То площадью кого-то не сходится, то количество проживаемых. От этого появляются какие-то непонятные ситуации. Все это попадает в наши платежки, допустим, и на это будут жалобы, разъяснения. Мы хотим все к одному единому знаменателю подвести. Одни и те же данные будут получать как простые жители области, так и органы власти и управкомпании. Работать над программным комплексом региональной системы управления ЖКХ Липецкая и Владимирской области начали одними из первых в России. Это области, где руководство администрации в целом и руководство именно направления ЖКХ области готовы к тому, чтобы сделать систему на региональном уровне довольно открытую, прозрачную и лицом повернутую к населению. Соглашение о запуске пилотного проекта было подписано между представителями региональной власти и компанией Ростелеком, отвечающей за разработку этой системы. Пока в открытом доступе ее увидеть нельзя. Опытную эксплуатацию планируют завершить до конца этого года. Катерина Мелехова, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.